Вас интересует содовая ванна для похудения? Я вас прекрасно понимаю. Избыточный вес не самое комфортное состояние для вашего организма. Ну а сода достаточно простое и доступное средство, которое есть практически у каждого на кухне. И почему бы не использовать его для снижения веса, если это так просто? Но я вам объясню, как это происходит с точки зрения физиологии, чтобы вы могли управлять этим процессом. Чтобы вы могли управлять снижением своего веса. Итак, ну воды для ванны можно грубо разделить по температуре на три категории. Это холодные, это индифферентные и это горячие. Индифферентные это 26-32, максимум 33 градуса. Что дает эта вода? Она практически не раздражает кожу, она равна температуре кожи 33 градуса, не превышает ее. И фактически в такой воде вы чувствуете себя комфортно. Что будет, если в такую воду добавить соду? Ну, сода, напомню, PH имеет 9. Нормальная кожа 5,5. И фактически добавление соды в такую ванну приводит к тому, что легкий стресс для ваших бактерий на коже. Поэтому не засиживайтесь в такой воде. 20 минут больше не нужно сидеть. Вышли, обтерлись и ваши бактерии вздохнули легко. Они опять колонизировали кожу и закрыли вашу кожу, как живым щитом от патогенных бактерий. Если у них это не получится или у вас были какие-то изменения на коже, то понятно, иммунитет не самый крепкий. И вы знаете, чем поддерживается иммунитет кожи? Вы знаете, самое простое, самое банальное, я вам скажу. Правильным питанием и питьем правильной жидкости. Потому что от того, что вы едите, что вы пьете, зависит, какие секреты будут выделяться на коже. Это четко знают животные. Они вас четко определяют по запаху. Потому что вы выделяете характерные вещества на свою кожу. Бактерии точно так же. Не по запаху, но по вкусу. Кислая среда, достаточно кислая, не вопрос, им хорошо. Недостаточно кислоты, будут кожные проблемы. Поэтому можете лечить кожные заболевания до бесконечности. Пока вам это не надоест. Пока вы не наладите себе правильное питание и правильное питье. Если вам нужно больше информации на эту тему, в контакте вы видите. Вы легко можете обратиться. Можете подписаться на мой канал. Сотни видео на разные темы, касающиеся здоровья. В том числе и состояния кожи. А что же содовая ванна индифферентной такой температуры? Она ничего не дает вашему органю в плане похудения. Потому что сода не относится к косметически активным веществам. И она при такой температуре не может усилить потение. И потерю влаги через кожу. То есть снижение веса. Но снижение веса идет не за счет жировой ткани. А за счет воды. То есть вы не жировую массу убираете, а воду. Вы подсушиваете свой орган. Но, вы знаете, сода не подсушивает ваш организм. Потому что вода таким путем не теряется. Единственное, потеря воды. Вы можете легко это проверить. Вам на это нужно, на то, чтобы проверить мои слова. Буквально полчаса каких-то. Набрали ванну воды, бросили туда пачку соды. Посидели 20 минут. Весы до и после. Ну, максимум, что вы после потеряете. 50, может быть 100 грамм. Это вода, которая испарялась через легкие. И сдышали при этом. Потеря все равно происходило. Потери все равно в содовую ванну происходили. Но они нормальные, такие же, как если бы вы не занимались этой ванной. А просто сидели бы полчаса, смотрели телевизор или лазили где-то по интернету. То есть вели бы неактивный образ жизни. Физически неактивный. Поэтому индифферентная вода не используется. Используется вода горячая. В разной степени. Ну, то есть температура должна быть не ниже 33. Ну, чаще всего легко выдерживают температуру градусов 40. При ветосуистой дистонии 39-38. Где-то вот в этом диапазоне находится температура. И, естественно, сода. Что это вам дает? Ну, перегревание. Такое дозированное перегревание вашего организма. Усиливает защитную реакцию в виде потери. И у вас появляется пот. Вы начинаете активно терять воду в ванну. Если вы измерите, ну, измерять объем воды в ванной после такой процедуры достаточно трудоемко. Проще, опять-таки, те же весы. До ванны горячей, после горячей ванны. Взвесились. Вы видите, да, там потери будут более ощутимые. Рам 200-300 вы, наверное, потеряете. Может быть и больше. Все зависит от интенсивности потения и от того, фактически, насколько у вас была предварительно жидкая кровь. Если у вас ВСД, если у вас темные круги под глазами, то кровь у вас более густая и потери будут меньше. Если у вас, вы такой более-менее, скажем так, водянистый товарищ, мышцы есть. Вот. Потери будут больше. Как влияет на этот процесс сода? Опять-таки, никак. Она не является астматически активным веществом. И содовая ванна горячая, ничем не отличается по потере воды от обычной горячей ванны. Которую вы можете принимать без соды и не оглядываться потом, как отреагирует ванна на соду. После того, как вы там побудете. Как все-таки усилить процесс? Вы знаете, к названию содовая ванна добавляется так эта морская соль или обычная соль. Концентрация полтора-два процента и более может быть. Вот если вы добавляете соль в ванну, то она уже не умеет права называться содовой ванной. А хотя бы содовая ванна с солью. В которой соль будет активно усиливать потение. Потому что соль является астматически активным веществом. И чем выше концентрация соли в ванной, тем больше потери воды в единицу времени. Вы это легко можете проверить самостоятельно. Бросили пачку там полутора килограммовую в ванну. И посидели 20 минут. А через день-другой бросили две пачки. И посмотрите разницу. Во втором случае потери воды будут значительно больше. Потому что концентрация поваренной соли в крови это 0,9%. А если в ванной больше чем 0,9%. Вот в зависимости от этой разницы. Чем больше концентрация соли в ванной, тем больше потери воды в единицу времени. Вопрос в чем? Не переусердствовать в этом процессе. Потому что вода теряется. Не просто из вашего организма. Из кровеносного русла. Если ваш организм на эту ситуацию реагирует легко и просто. Он успевает замещать воду в кровеносном русле. Кровь более жидкая. Все прекрасно. Если вы чувствуете, что появилась головная боль. То есть мозг попал в состояние гипоксии. Это говорит о том, что процедуру уже нужно заканчивать. Если вы чувствуете, что появилась жажда. Появилась какая-то дискомфорт в области сердца. Это говорит о том, что процедуру нужно заканчивать. Но ни в коем случае не вскакивать из ванны. Это самое плохое решение, которое вы можете себе представить. Вы должны аккуратненько, спокойненько вытащить пробочку. И постепенно вода спускается. Хотите лучше ускорить процесс восстановления после такой ванны? Пустите струю холодной воды. Охлаждайте воду в ванной. Горячая вода плохо влияет на состояние кожи. Можете еще включить душ и обливать себя прохладной водой. Чтобы притормозить процесс потения. То есть уменьшить высыхание практически вашей крови. Потому что имеет очень большое значение вязкость крови. Такая процедура очень влияет на вязкость крови. Повышая ее, она повышает кардиологический риск. Поэтому мы можем просто понимать эту ситуацию. И целенаправленно ей управлять. После того, как ушла вода из ванны, охладилась кожа, она стала не такой красной, как была в ванной. Вы почувствовали себя лучше? Не вопрос. Вы можете постепенно сесть, встать. Шагом 10-15 секунд. Сели, посидели, привыкли. Встали. Лучше с упором. То есть вы должны за что-то держаться. Оптимально, если кто-то вас будет поддерживать. Еще это вообще великолепно. И только после этого вы можете покинуть в ванну. Что делать в этом процессе сода? Ну, вы знаете, можете сравнить. Горячая ванна с солью и горячая ванна с содой и солью. Ну, если вы найдете какую-то разницу, то она будет вряд ли существенной. По сравнению с теми потерями, которые вызовет, собственно, горячая ванна сама по себе. И с высокой концентрацией солью, в частности. Поэтому, вот когда называют содовая ванна, да, я понимаю, что сода это сегодня лекарь номер один. Она лечит массу болезней. При приеме внутрь она, да, боится с избытком кислоты в желудочном соке. И, в принципе, это да. Но она же вызывает и кислотный удар, то есть рефлекторное усиление, образование желудочного сока с кислотой. Опять желудок раздражается. Поэтому, знаете, бороться можно только не с кислотой, фактически, люди борются, а со слизистой. Пока она перестанет вырабатывать кислоту. Но только слизистая перестала вырабатывать кислоту, тут же пошел атрофический гастрит. И дисбактериоз кишечника. Причем, самый плохой его вариант, не брожение активируется, а гниение. Потому что белки, не переварившись в желудке, провоцируют там гниение. Такое видео на моем канале вы тоже можете найти. Как пищевая сода влияет на похудение, уже принимая ее внутрь. И составить свое мнение, свое представление, нужен ли вам такой процесс. Можете также найти видео, как пищевая сода влияет на рак. Есть и такие мнения, что, оказывается, пищевая сода на любой стадии лечит рак. Можете посмотреть. Я высказал свое мнение на эту тему. Четыре стадии онкопроцесса есть. И на каждую из них, конечно, пищевая сода влияет по-своему. И имеет свою ценность на каждой стадии. Поэтому вы можете просмотреть и решить для себя, нужно ли вам лечиться содой или не нужно. Как можете легко просмотреть любые другие несколько сотен видео. На разные темы, касающиеся здоровья и активного долголетия. Ну, а я это видео буду заканчивать. Если вы уже успели поделиться со своими друзьями и знакомыми, как правильно использовать содовую ванну. Не вопрос, я вам буду только этим благодарить. Да, я не буду благодарен. Потому что вслепую заниматься лечением, оздоровлением не стоит. Вы должны понимать, что в процессе оздоровления самый заинтересованный человек это вы. И управлять этим процессом, естественно, должны вы. Понимая, как он идет и какие могут быть особенности в процессе. Поэтому не вопрос подписчикам моего канала. Дополнительный бонус, респект. Если кто-то отметил каким-то знаком это видео. Я вам благодарен. Какие те, кто увидят это видео после этого. Они смогут раньше узнать и понимать, как правильно использовать пищевую соду. Как правильно использовать содовую ванну и для похудения, и оздоровления, и для омоложения. Ну а я это видео буду заканчивать. Крепкого вам здоровья и разумного отношения.